системы 6.0. Ну, первое, самое основное, да, почему так много внимания на текущий момент уделяется безопасности именно веб-приложения. Ваш веб-ресурс — это как бы та часть вашей сети, которая всегда смотрит мир, да, она всегда открыта для внешних клиентов, и, естественно, она постоянно находится под угрозой. При этом, согласно исследований, например, таких компаний, как Acunetix, практически половина всех веб-сайтов, да, которые сейчас есть при сканировании, показывает, что у них есть, по крайней мере, одна незакрытая уязвимость. При этом, если мы говорим о том, что вы при обнаружении такой уязвимости, да, каким-либо из сканеров будете ждать, пока сам разработчик веб-приложении ее закроет, да, то есть выпустит какой-то патч, то может пройти достаточно большое количество времени. И, ну, естественно, все это время ваша система находится под угрозой. Здесь приходит как раз на помощь такое понятие, как web application firewall. Это, можно сказать, отдельный фронт-энд, который будет заниматься непосредственно защитой вашего веб-ресурса. Особенно это актуально, например, для компаний, где разные отделы отвечают за безопасность и непосредственно за администрирование веб-приложений. Как раз-таки FortiWeb и является таким web application firewall с достаточно широким функционалом, который, в принципе, позволяет вам закрыть, скажем так, 99% потребностей, которые у вас возникают при администрировании вашего веб-ресурса. Чаще всего FortiWeb устанавливается и работает в режиме так называемой реверсивной прокси. То есть все внешние клиенты подключаются напрямую к IP-адресу FortiWeb, да, не напрямую к вашим веб-серверам, и веб выступает фронт-эндом для ваших веб-серверов. Что это дает? В первую очередь это дает вам возможность построить правильную топологию. То есть вы размещаете FortiWeb в DMZ-сегменте, ваши веб-сервера находятся в серверном сегменте. Друг с другом они связываются через firewall, то есть вы дополнительно контролируете трафик, который проходит от фронта к бэкэнду. И большую часть безопасности, да, вы применяете непосредственно на FortiWeb. Здесь нужно быть очень аккуратным и всегда учитывать один нюанс, что если вы ставите FortiWeb непосредственно перед веб-серверами, да, если там между ними нет никакого firewall и так далее. Веб, поскольку является исключительно ваффом, работает у нас только с HTTP, HTTPS трафиком. То есть, например, если вы попытаетесь к вашим веб-ресурсам подключиться, ну, не знаю, например, по RDP, у вас уже этого не выйдет. В FortiWeb можно включить функционалы IP-роутинга, да, в таком случае его IP-адрес должен быть прописан на веб-серверах как дефолт гейтвей, но при этом такой трафик инспектироваться не будет. И здесь приходит на помощь топология под названием LanArm Proxy. То есть, если у нас FortiWeb и веб-сервера разделены firewallом, на IP-адрес FortiWeb вы пробрасываете через destination на только 80-й, 443-й порт, остальные сервисы, да, если это необходимо, маршрутизируются напрямую и защищаются уже непосредственно firewallом. Это является своеобразным best practice от вендора, да, и используется, ну, наверное, в процентах 90 случаев дипломента вот таких WAV-решений. Касательно продуктовой линейки, как и большая часть продуктов от Fortinet, FortiWeb представлен как в виде hardware-апплайенсов, так и в виде виртуальных машин. Помимо этого, существует возможность развертывания в публичном облаке, да, такие как Amazon или Microsoft Azure, и отдельно достаточно новый сервис под названием FortiWeb Cloud, о котором я расскажу чуть дальше. Вне зависимости от того, с каким оборудованием, да, либо с какой-то виртуальной машиной вы имеете дело, функционал у них не отличается. То есть самое основное, естественно, это сигнатурная защита веб-приложений, это антивирус, базовая защита от DDoS-атак на седьмом уровне, да, на LRC, возможность публикации приложений, оффлоудинга, аутентификации, разделение одного аппаратного, ну, либо виртуального FortiWeb на виртуальные инстансы. То есть если у вас там разные веб-ресурсы, либо вы предоставляете FortiWeb как сервис кому-либо, либо просто там за... Ваши веб-ресурсы отличают разные отделы, вы можете разделить FortiWeb на несколько виртуальных инстансов, так называемые административные домены. Также FortiWeb имеет встроенный сканер уязвимости, возможность интеграции с веб-сканерами от других производителей и, естественно, возможность работы с SSL. Отдельно хотелось бы отметить работа с шифрованным трафиком. В нашем решении она представлена в двух вариациях. Первая вариация, когда ваш веб-ресурс слушает только HTTPS, да, 80-й порт у вас закрыт. В таком случае FortiWeb может просто инспектировать данный трафик. Но также существуют варианты дипломента, когда ваш веб-ресурс слушает на 80-м порту, при этом FortiWeb слушает на 443-м, да, и только на FortiWeb присутствует сертификат веб-ресурса и паблик-кей. Что это дает, да, что дает такой функционал под названием SSL-оффлотинг? Во-первых, это снижение нагрузки на сам веб-сайт, да, на сам ваш веб-ресурс. Во-вторых, это возможно в некоторых случаях упрощение администрирования. То есть, опять же, да, как я говорил, разные отделы одной и той же компании могут заниматься администрированием веб-серверов и безопасностью. Да, в данном случае вот безопасность, все, что касается сертификатов и так далее, будет заниматься только человек, который администрирует FortiWeb. От людей, которые администрируют сами веб-ресурсы, да, в принципе, больше ничего не нужно. Модельный ряд, если мы говорим об аппаратной части, выглядит следующим образом. Начинается от FortiWeb 100D и заканчивается FortiWeb 4000E с пропускной способностью до 20 гигабит HTTP трафика. Основное, на что здесь нужно обращать внимание, если вы делаете сайзинг данного решения, это тип обработки шифрованного трафика, да, тип обработки SSL. В младших моделях SSL обрабатывается исключительно софт-фарм. То есть, ну, можно сказать, что этим занимаются только центральные процессы. В моделях, начиная с тысячной версии, существует специализированный выделенный чип, да, специальный ASIC, и благодаря этому скорость обработки SSL значительно выше, да, за счет именно Hardware Acceleration. Естественно, если мы говорим о виртуальных решениях, да, то там исключительно софт-ферменная обработка, и при сайзинге это обязательно нужно учитывать. И достаточно новое решение, да, о котором я уже упоминал вскользь, это FortiWeb Cloud. Облачный WAV от Fortinet. Данное решение вам позволяет передавать трафик своих веб-приложений через облачный веб. То есть, в отличие от того же Амазона, да, либо Азура, вы не приобретаете сам инстанс, да, саму виртуальную машину. Вы просто приобретаете подписку на FortiWeb Cloud и базово его настраиваете. Как это работает? Все, что вам необходимо сделать после приобретения, это изменить DNS-запись своего веб-приложения, указать IP-адрес FortiWeb, который находится в клауде, и настроить уже в FortiWeb сам IP-адрес конечного веб-ресурса. После этого трафик с клиентов сначала приходит на клаудовый веб и сканируется, и перенаправляется на конечное веб-приложение. При этом у вас с вендором есть SLA, в случае возникновения каких-либо проблем и так далее, это не будет являться вашей головной болью. То есть, этим всем занимается исключительно FortiWeb. Сайзинг такого решения достаточно простой, он всегда состоит из двух артикулов. Первый артикул — это количество веб-ресурсов, да, то есть количество веб-сайтов, которые клаудовое решение будет защищать. И второй артикул — это производительность. То есть минимальный шаг начинается с 5 мегабит и далее расширяется. Вне зависимости от выбранного вам решения, наборы подписок, наборы лицензии, они не меняются. То есть помимо базового FortiCare, о котором я говорил на прошлых вебинарах, здесь он точно такой же, Кейер является гарантией, он дает возможность в случае аппаратного решения менять оборудование в случае выхода его из строя, получать новые версии программного обеспечения, да, новые версии прошивки и открывать запросы в систему технической поддержки вендоров. Дополнительно для FortiWeb присутствуют такие сервисы, как вавсекьюрити-сервисы. То есть, грубо говоря, это подписка на все сигнатуры, которые есть на нашем вебе. Подписка на IP-репутацию, то есть возможность заблокировать какие-то запросы, какие-то сессии, если они идут с скомпрометированных IP-адресов, база данных IP-адресов регулярно обновляются в лаборатории FortiGuard, да, и данная подписка дает как раз к ней доступ. Если ваш веб-ресурс позволяет, ну, работает с загрузкой файлов, да, то есть вы разрешаете пользователям загружать какие-то файлы на него, также будет полезная подписка «Антивирус». То есть это точно такой же антивирус, как в оборудовании FortiGate, и он будет сканировать файлы при их прохождении через наш фав. Достаточно новая подписка — это Credential Staffing Defense. Она идентифицирует попытки входа в систему с использованием каких-либо учетных данных, которые были ранее скомпрометированы. Опять же, реестр таких учетных записей хранится и обновляется в лаборатории FortiGuard, и вы как администратор можете настроить определенные действия при обнаружении и попытке входа на ваш веб-ресурс с использованием вот таких скомпрометированных учетных данных. То есть это может быть просто логирование, включение какого-то оповещения, либо сразу блокировка. Ну и, естественно, если мы говорили уже об антивирусе, то антивирус у нас всегда идет рядом с облачным, ну, либо облачным, либо выделенным сэндбоксом, сканирование файлов на предмет какого-то Zero-Day вируса, то есть обнаружение атак нулевого дня. Такая подписка тоже есть. В принципе, работает абсолютно точно так же, как подписка FortiCloud Sandbox для FortiMail, либо FortiKate. Самое новое, что появилось вот в этом году, да, чем отличается наше решение от других решений на рынке? На что сейчас делается, ну, скажем так, наверное, самый сильный акцент? Первое. Почему нам недостаточно банального файрвола? То есть почему нужен именно WAV? Файрвол все-таки, несмотря на то, что он имеет модуль IPS, да, это достаточно широкая защита, а вы не обязательно будете защищать только веб-приложение. WAV выделен исключительно под веб, сигнатур под защиту веб-приложений на нем больше, плюс значительно больше функционалов. То есть помимо вот того, что я уже перечислял, помимо SSL-Fload, в WAV также есть достаточно хороший функционал EDC, Application Delivery Controller, балансировки, нагрузки. То есть имея WAV, да, имея FortiWeb, вам не нужно будет там отдельно приобретать еще и балансировщик. Ну, исключение составляют те случаи, когда у вас действительно какие-то очень специфические задачи. Но несмотря на то, что там WAV такой хороший, да, и сигнатуры хорошие, и существует возможность создания learning профайлов, то есть какого-то самообучения, да, изучения ваших нормальных паттернов трафика, который идет на ваше веб-приложение, все равно существует достаточно большое количество ложных срабатываний. То есть особенно это актуально, если мы говорим о каких-то самописных веб-приложениях, сигнатуры, ну, сигнатур, под которые нету, и могут срабатывать не те сигнатуры, которые нужны. Для того, чтобы избавиться от такого неприятного поведения, в новых версиях был включен, скажем так, переработан функционал обучения, и была задействована технология под названием machine learning, машинное обучение, о которой я расскажу чуть дальше. Если мы рассмотрим, как у нас раньше происходила блокировка известных атак либо аномалий, мы проверяли модулем street detection входящий трафик, да, все то, что было однозначно распознанно, мы блокировали. Если что-то попадало под вайт-листы, ну, если мы вот увидели, что у нас срабатывает какая-то сигнатура, но она не должна срабатывать, мы помещаем это в вайт-лист, естественно, мы ее пропускали. При этом, ну, в любом случае, большое количество вайт-листов это своеобразная уступка, да, вы уступаете безопасности ради того, чтобы у вас приложение нормально работало. С чем это связано? Проблема, самая основная проблема в том, что вот тот application learning, который был ранее, не имеет достаточных оснований и данных для учета всех вариантов обычного использования приложений и взаимодействия пользователей с ними. Поэтому легкая адаптация, то есть даже, например, если вы настроили learning profile, FortiWeb у вас поработал, на основании этого learning profile вы создали профиль защиты, все хорошо, все замечательно, далее вы патчите свое веб-приложение, либо вносятся в него какие-то изменения. Легкой адаптации в случае предыдущего функционала application learning здесь нет. Здесь нам на помощь приходит как раз машинное обучение. То есть это возможность обучаться в процессе решения множества похожих задач. То есть если кто-то вообще слышал о вам, ну, не в разрезе компании Fortinet, а вообще о таком понятии, как машинное обучение, да, то для него используются теории вероятности, математическая статистика и так далее. Это позволило избежать большого количества ложных срабатываний и сделать, ну, скажем так, более интеллектуальную систему защиты. Как это выглядит, ну, вот на конкретном, самом простом примере. У нас есть веб-ресурс для доступа, на который мы должны аутентифицироваться. При этом данные, которые мы передаем, да, вот в первом случае пользователи отсылают Mark Smith в application форме. Это хорошо, это нормальный трафик. Наш обучаемый FortiWeb достаточно много раз видел пересылку такого паттерна, и здесь, как бы, никаких вопросов не возникает. Далее. Пользователь Janet Smith почему-то в своей фамилии поставила знак, не являющийся буквы. Мы не можем однозначно сказать, что это атака, да, но это является аномалией. Опять же, поведение устройства в случае возникновения таких аномалий вы сами настраиваете. То есть в данном случае вам, как администратору, может просто прийти уведомление о том, что было обнаружено что-то необычное. Но при этом, да, совершенно не обязательно, что это является атакой. Возможно, Janet просто опечаталась. И внезапно какой-то непонятный пользователь, да, не пересылает first name, last name и пытается сделать выборку через CLM. То есть пытается выполнить какой-то SQL-запрос. Здесь мы однозначно понимаем, что с вероятностью 99% это является атакой. Естественно, мы это блокируем, администратор получает уведомление о том, что такое произошло, и может заниматься дальнейшим инвестибейшном. То есть, возможно, добавить IP-адрес, которого этот пользователь пытался сделать данный запрос, добавить его в blacklist. То есть вот такое обучение, да, такое распознавание нормальных, ненормальных и однозначно вредоносных паттернов трафика стало возможным исключительно благодаря внедрению функционала машинного обучения. Опять же, подобно, если сравнивать предыдущий application learning и machine learning, машинное обучение собирает данные по каждому элементу приложения, собирает данные о нормальном взаимодействии пользователей с данным приложением. Но в отличие от банального обучения, машинное обучение использует статистическую модель для определения того, ну вот, например, отличается ли HTTP-запрос, полученный WAF-ом, от ранее наблюдаемых запросов. То есть, когда запрос слишком далеко отклоняется от того, что WAF привык считать нормальным, мы идентифицируем это как либо как аномалию, да, либо как попытку атаки на наш веб-ресурс. Дополнительно, опять же, с обновлением версии операционной системы появилась полноценная интеграция FortiWeb в концепцию фабрики безопасности. Как это выглядит? Первое — это возможность интеграции с FortiGate. Банально, если вы не хотите строить DMZ, работать с destination.at и так далее, вы можете настроить взаимодействие между Gate и Web по протоколу WebCash Communication. То есть, это банальное перенаправление веб-контента от FortiGate на проверку на FortiWeb. Веб также интегрируется с сэндбоксом. Это может быть как облачный сэндбокс, так и локальный в виде hardware appliance либо виртуальной машины. При этом, если какой-либо файл проходил через Gate, был распознан сэндбоксом как потенциально вредоносный, информацию о данном файле также получают FortiWeb. То есть, он будет заблокирован еще при попытке загрузки на ваш веб-ресурс без необходимости дополнительной пересылки его в песочницу. И возможность интеграции с сканерами других производителей для аудита ваших веб-ресурсов, для аудита безопасности. Также был в шестой версии значительно переработан FortiView. Я думаю, с FortiGate все работали. FortiView достаточно удобный инструмент, который показывает выборку информации на основании логов, которые записаны на устройстве. Здесь сделана точно так же возможность логирования в реал-тайме и возможность получения базовой аналитики непосредственно с веб-интерфейса устройства. То есть, FortiView теперь выглядит практически точно так же, как на FortiGate. И в завершении хотелось бы подвести такой итог. Почему, в принципе, FortiWeb? Достаточно удобное решение поддерживает различные варианты дипломента. Помимо того, о котором я рассказал, наиболее частого, реверсивной прокси, присутствует возможность оффлайн дипломента, присутствует возможность дипломента в режиме true transparent прокси, когда вы не меняете свою L3 топологию. Возможность работы с SSL-трафиком, то есть либо инспекция, либо оффлойдинг на себя. Довольно большой модельный ряд и разные варианты развертывания, то есть в облаке в виде виртуальной машины, либо в облаке вендора, в FortiWebCloud, о котором я говорил. И, конечно же, это защита непосредственно ваших веб-приложений. Так, у нас есть вопрос, Павел. А в чем сам вопрос? Или, ну, давайте просто я вам сделаю unmute и скажите голосом. Так, он mute сделал. Павел, вы можете задать вопрос Станиславу? Я думаю, что Павел напишет вопрос более детально. Станислав, вы сможете потом ответить на него. Давайте продолжим. В принципе, на этом все. То есть как раз мы уже подошли к нашему блоку вопроса и ответа. Если у кого-то еще есть вопросы, задавайте, я с удовольствием отвечу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.